Добрый вечер, коллеги! С вами Гаврилин Олег и канал Апная Про. Мы продолжаем цикл наших коротких сюжетов о безопасности во время подводной охоты и фридайлинга. И продолжаем опять-таки разговор о тех опасностях, которые представляет вода. Насколько я помню, у нас было утопление, различные виды утопления в результате блэкаутов гиперкопнических, гипоксических, гипокопнических и так далее. У нас должен был уже, наверное, выйти цикл о ДКБ, декомпрессионной болезни фридайлинга. А сейчас мы поговорим тоже о воде, но, так сказать, немножко в другой ипостаси. Вода все-таки, надо помнить, что это весьма подвижная субстанция, то есть вода движется, то есть в ней возникает течение. Сегодня мы поговорим о течениях. Ну, наверное, все-таки там затронем какие-то базовые такие понятия, такие как виды течений, причины их вызывающие и об опасностях, которые могут представлять для подводного охотника те или иные виды течений. Ну, в общем-то, что может быть с течением такого ужасного, точнее, какую опасность может порождать течение. Течение может охотника унести. Унести она может его далеко, унести она может его и глубоко, к сожалению, потому что бывают и вертикально направленные течения в морях, так называемые там drop-off currents. Может, кто-то слышал об этом, может, кто-то нет. Вот. Поэтому, как бы, опасности, на самом деле, спектр не так уж велик, но, тем не менее, они могут быть разнообразны. По видам течений все они, условно, могут быть разделены, наверное, так, получается, у нас на стоковые, это травые, какие-нибудь конвекционные, наверное, да, ну и приливно-отливные. Стоковые, ну, это от слова сток стекать, то есть течение, которое направлено сверху вниз по направлению к силе тяжести. Стоковые течения – это те течения, с которыми чаще всего встречаются пресноводные подводные охотники, которые вынуждены охотиться на реках. У любой реки априори присутствует стоковое течение. Вот. Что нужно помнить, о чем, точнее, нужно помнить, о каких опасностях стокового течения охотиться, там, ну, грубо говоря, на реках. Ну, нужно помнить следующее, то, что охотясь по течению, мы можем по течению сплавиться на несколько километров за очень короткое время, там, за какие-то десятки минут, а подниматься вверх по течению, к тому месту, где мы заходили, где, например, стоит наша машина, очень легко может оказаться, что мы сможем подняться, что мы будем вынуждены потратить на подъем многие-многие часы, потому что течение может быть очень сильным, очень-очень сильным. Подъем пешком по берегу может быть очень затруднен по одной простой причине, потому что берег может быть крутой и обрывистый, он может быть скалистый, он может быть заиленный, заболоченный, он может быть заросший каким-то непролазным кустарником, камышом и так далее, и так далее. Поэтому охотясь на реке, всегда точно знайте, как вы будете возвращаться. Если у вас машина будет ждать ниже по течению, это одно. Если вы приехали один и оставили машину на берегу, а сами залезли в незнакомую речку, чтобы посмотреть, как с точки зрения разведки, как у нас все будет происходить, то потратьте какое-то время на изучение картографической информации. Расспросите кого-то, проедьте на машине предварительно вдоль предполагаемого маршрута своего, чтобы вы хотя бы примерно знали, как вы будете возвращаться. Дальше нужно помнить такую штуку про стоковые течения, что на реках стоят плотины, чаще всего. И даже если вы охотитесь на какой-то малой реке, условно говоря, где плотины нет, то эта малая река совершенно спокойно может вытекать из какой-то большой реки. Там, допустим, где-то в какой-то, будет небольшой такой отросток. И если на большой реке выше по течению, по какой-то причине включат воду, что такое включат воду? По решению какого-то там начальства, которое сидит на гидроэлектростанции, или по запросу и так далее, там просто людям нужно будет увеличить сброс воды. Неважно для чего, там нужно больше энергии. Поэтому больше воды пустят там через агрегат, только вырабатывающие через генераторы, точнее. Где-то там подтопило что-то сверху, поэтому сделают паводковый сброс, подкроют шандоры и так далее. Ну, то есть интенсивность течения стокового, она может внезапно увеличиться. Вот поэтому тоже это учитывайте. С точки зрения стокового течения, единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что оно никогда не изменит свое направление. Потому что вода как текла сверху вниз, так она и будет течь сверху вниз. Всегда там до скончания времен, или пока там сверху все не пересохнет. Вот такая, в общем-то, история. Что еще по стоковым течениям у нас? Я немножко подглядываю во все эти штуки. Ну, стоковое течение может, в общем-то, что еще сделать? Оно может вас вынести в какое-то такое место водоема, куда лучше не попадать, куда вы не планировали попадать. Например, если вы охотитесь на какой-то большой реке, не знаю, там, на большой реке Волга, например, да, то в прибрежную охоту какую-то протекуете, то помните, что течение совершенно спокойно может вас вынести на судоходный фарватер. Внезапно совершенно. Потому что где-то в каком-то месте идет какой-то спад глубин. Вы туда совершенно случайно подвернули, вас течение подхватило и утащило. Поэтому, в общем-то, работая на течении, всегда, в общем-то, все-таки старайтесь очень большую часть своего времени, своего внимания отдавать тому, чтобы контролировать, где конкретно вы находитесь. Работая на течении, всегда располагайтесь, в общем-то, головой против течения, головой вверх. И отгребайте ластами. Ну, то есть, чтобы скорость вашего дрейфа, скорость вашего сноса всегда максимально-максимально-максимально снижать. Поэтому там нырнули, там, вынырнули, все-все, там, готовимся к нырку, повернулись головой вверх, ластами отрабатываем, ну, чтобы не валиться по течению с какой-то там неистовой скоростью. Что еще? Ну, в принципе, есть еще такая опасность, это опять-таки тоже там на малых реках можно там прозевать в какой-то момент времени и не заметить, ну, как малые реки. Ну, такие реки, там, как там, Руза какая-то, я не знаю. В принципе, на всех этих реках в советские времена было настроено большое количество, ну, там, плотин и гидроэлектростанций, которые локально питали какие-то небольшие местные предприятия, там, картонажные фабрики, какие-то спичные заводы и так далее. Ну, вот, сейчас они почти все заброшены, но сброс там остался. Ну, не надо очень сильно переживать из-за того, что вас туда затянет, и вы там, условно говоря, там, свалитесь, там, с высоты, как правило, там, перепад воды не очень высокий, это там, 3-4-5 метров максимум, то есть там, ну, погибнуть-то вряд ли удастся. Дело в том, что туда течение всегда подбивает кучу всякого мусора, каких-то веток, какой-то проволоки и так далее, и так далее, и там всегда образуется такой приличный какой-то козырек, где, в числе прочих, будет огромное количество проволоки, крючков рыбацких каких-то, обломков, обрывков, точнее, сетей и так далее. К таким местам лучше не приближаться по своей воле, это так точно. И если туда начнет подбивать, то надо прям бросать все и уходить, уходить, уходить поперек, куда-то вылезать, как-то спасать свою жизнь, поэтому к плотинам мы не приближаемся. Что касается, в общем-то, другой стороны плотины, снизу, да, где вот эта вот падающая вода может пробить какую-то яму, где может крутиться рыба и так далее, то тоже учтите, что, допустим, вы там поднырнули куда-то на прозрачненькое, там поработали, там колбаснули какую-то рыбу и там какое-то время потеряли контроль, когда вы всплываете. В таких местах очень часто бывает, что вот плотина, вот идет вода, и дальше она расходится в разные стороны, и возникают такие заливчики небольшие. Вот этот заливчик совершенно спокойно может оказаться, поверхность воды в нем, может совершенно спокойно оказаться, что она покрыта слоем пены. Ну, вода же грязная, и когда другая вода падает сверху, она может взбивать его в такую прям конкретную совершенно пену, такой грязно-серого цвета неприятного. И слой пены очень легко может быть там и полутораметровым, и метровым. Дышать, в принципе, можно, выдернул, так разгреб, так над собой проплевался, а там получается как подышать, но не видно ни черта, потому что пена здесь, 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 там сверху и так далее. Иногда получается поднырнуть и, разогнавшись на ластах, выпрыгнуть, немножко выдвинуть поверх пены, чтобы понять хоть куда двигаться, потому что там дно может быть достаточно ровным на большом направлении, ну, на большой площади. Поэтому тоже это опасность такая, там, ну, не то, чтобы можно погибнуть, можно просто реально натерпеться страху и потратить очень много времени, пока вы будете-то там блудить, куда-то выяснять, где, собственно, берег, потому что в этих заливчиках, там, почему пена-то и застаивается, там течения либо нет, либо его крутят. Ну вот, и по направлению течения понять, где берег, где не берег, ну, не всегда удастся. По звуку плотина должна шуметь, но тоже пена, она очень здорово все это глушит и как-то немножко делает таким surround, как по-русски, окружает вас звук, короче, непонятно его направление. Вот, что дальше, что дальше, что дальше. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, по пресноводным течениям, наверное, все. Опять-таки, что еще? Течения могут, скажем так, стоковые даже не быть опасными сами по себе, а выступать в роли такого очень мощного провокативного фактора, который может увеличить опасность, там, от других каких-то, от опасности, других опасностей, простите за патологию. То есть, течение может совершенно внезапно вас затащить в надголовку какую-то, в которую вы вообще не готовы. Потому что вот мы ныряли, все нормально, все хорошо, нас по течению тащат, мы расслаблены, не замечаем, и вдруг, оказывается, подальдины, подзакрайны. У меня была такая история на Волге много достаточно лет назад. Вода была холодная, то есть я даже не помню, что это было там, то ли весна, то ли осень. И я что-то как-то поднырнул, глубина такая, может, метров 12, прозрачность хорошая очень, и я вот как-то вот лечу по течению, как с Супермен, там лобики ходили какие-то, еще что-то. Я как-то так вот плыву, глубина, может, метра два, и я лечу головой вниз по течению, как сейчас помню. Раскинул ласты, меня так немножко качает. И там, в принципе, на Волге тогда, в том месте почему-то было как-то, как-то очень много судака, и поэтому было мало щуки. И я иду, и вдруг увидел щуку. Ну, то есть она какая-то была некрупная, но настолько удивился, что щука, кстати, может, она и спасла мне жизнь. Я как-то прям так разворачиваюсь, начинаю отрабатывать ластами, думаю, стрельнуть ее, не стрельнуть, стрельнуть, не стрельнуть. Думаю, а, ладно. И как-то так вот разворачиваюсь, и буквально сразу упираюсь в сеть. Ну, то есть там стояла здоровенная старная сеть на вот этих палках, и она вот такие вот конкретно, совершенно с животом. И я уже оказываюсь в ней, внутри, на исходе нырка. Повторюсь, ну, то есть там, слава богу, что я досмотрелся на эту щуку, поэтому, может быть, как-то заходил медленнее, медленнее, медленнее. Мне хватило воздуха и сил выгрести ластами против достаточно мощного течения, всплыть и отдышаться. То есть я к чему веду? Ты поднырнул, ты летишь по течению. Классическая ситуация. Взгляд направлен вниз. Вниз. Потому что там пресноводная рыба, там на стоковом течении, но чаще всего все-таки мы смотрим как-то сверху вниз. Тут какие-то судаки, какие-то караси, там еще что-то, может что-то выйти и так далее. И ты совершенно не видишь, что то, что течение у тебя на колоссальной какой-то скорости заносит под сеть, под закрайну, под льдину, под... там дебаркадр какой-то может быть, там чертовый сон может быть. Потому что течения могут достигать очень большой скорости стоковые, подчеркиваю. По поводу морских течений, что можно сказать? Ну, конвекционные морские течения, они слишком, слишком имеют колоссальную такую структуру, вероятно, относительно небольшую скорость, поэтому, ну, говорить о них, в общем-то, навряд ли имеет смысл. Они слишком велики, чтобы мы на них даже обращали внимание. А вот приливно-отливные ветровые течения могут, да, конечно, оказывать очень большое такое влияние. И что самое главное, в чем коренное отличие приливно-отливных ветровых течений от стоковых, в том, что морские течения, все вот эти, помимо своей интенсивности, очень легко могут менять направление. Причем в течение очень короткого времени. То есть оно дуло туда, потом что-то случилось, ба-бах, и оно поехало обратно. Иногда это приятно, иногда не очень. Вот. Что о морских течениях можно сказать? О морских течениях можно сказать следующее. Подавляющее большинство людей уверено, что на море течения не бывает. Как это так? Море, оно же здоровье, куда ему течь? Слева направо, справа налево? Ребята, вы ошибаетесь. Если вы не видите течения, это совершенно не означает, что его там нет. В море, в особенности, всегда контроль, всегда контроль, всегда контроль. Вынырнул, осмотрелся, оценил расстояние от берега, от каких-то ориентиров. Уносит меня, приносит, что происходит. Тащит меня в прибойную зону, оттаскивает меня куда-то в открытые океаны, и так далее. Поэтому всегда следите. Это как бы первое. Второе. По приливно-отливным течениям. Слава Богу, в общем-то, они, как уже светлый язык названия, они вызываются приливами-отливами. Поэтому, если когда-то, когда едете куда-то на океан охотиться, не поленитесь. Покопайте интернет. Там есть большое количество ресурсов, которые содержат в себе так называемый тайт-чарт, календари приливов. И вы можете посмотреть конкретно по дням недели, когда в этих местах самый высокий прилив, соответственно, самый низкий отлив. Соответственно, в эти дни приливно-отливные течения будут достигать своей максимальной интенсивности. И вы постарайтесь подгадать вашу поездку так, чтобы первые дни вашего пребывания на этом незнакомом водоеме не попадали на пик интенсивности, пик мощности приливно-отливного течения. Чтобы вы, охотясь на относительно слабых течениях, смогли хотя бы понять примерно вот эту гидрологическую картину данной акватории и хотя бы знать, в какую сторону работает течение, в какое время суток. И постепенно, постепенно разныриваясь, привыкая, вы можете на момент уже когда луна и солнце встанут в правильное положение и течение будет максимальным, вы уже будете знать, когда и куда вас несет и так далее. Плюс еще, конечно, к тому моменту, когда будет самая большая рыба, большая рыба любит сильные течения. Вы уже были разнырены, готовы и обладали уже каким-то опытом по работе с данным конкретным опять-таки водоемом, сила-сила гидрологической картины, чтобы быть готовыми ко встрече с этим трофеем, не принимая каких-то колоссальных рисков на себя. Дальше, что еще случается с морскими течениями? Морские течения могут быть разнонаправлены и, соответственно, они могут сталкиваться. Когда разные течения сталкиваются, может быть что? Это могут быть течения с водой разной температуры, то есть, может быть там вертикальный какой-то термоклин, это могут быть течения с водой с разной степенью солености, соответственно, возникает так называемый галлоклин. И здесь, в общем-то, может быть что? Здесь одно течение может совершенно спокойно нырять под второе то есть вот там два течения идут например про там простая какая-то история не знаю какой-то остров большой какая-то с какая-то скала здоровенная вот дует течение какое-то уходят скалу развода разваливается на 2 ветки одна ветка бьется в этот остров и и закручивает они встречаются и она вот эта ветка уходит под вот эту и что здесь там вот и здесь нырнул есть такое место очень известного донезия батуаба там картина 1-1 вот и здесь нырнул летишь там на на глубине метров 12 спокойно там рыба какая-то ходит и так далее и вдруг попадаешь вот так под вот это течение тебя начинает тащить вниз тащить вниз так что только успеваешь продуваться реально у меня там была ситуация попадал в дропов карат очень мощный такой и был приныренный был в хорошей физической форме поэтому как бы не сильно боялся но травма получил все равно потому что получил очень сильный обжим маски потому что очень сложно поддуть маску когда у тебя рука все время на носу то что тебя и тащит и тащит и тащит вниз могу присвокупить сюда фоточку показать как выглядел мой глазик прекрасные после после того как я спал как я спал из этого течения ничего хорошего люди на улицах подходили спрашивали австралийца парень что с тобой такое я говорил что очень хотел в туалет но как не получалось поэтому напрягался сильно поэтому глаз красный вот ну все шутки шутками конечно но тем не менее на надо понимать что может быть и течение идти идти вертикально вниз поэтому там если вы принырены если еще что-то плывете 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 вдруг вдруг внезапно начало давить на уши простейший совершенно сигнал вы вроде не менее не меняли глубину на уши давит значит глубина меняется независимость от вашего усилия тут же начинаете всплывать на то есть повторюсь если что-то в нырке пошло не по плану мы прерываем нырок сразу же не начинает продуваться оглядывать что такое почему вдруг не захотелось продуться если повторюсь на уши начало давить внезапно значит меняется глубина ребята если меняется глубина то значит вы погружаетесь если вы погружаетесь не прикладывая к этому никаких усилий значит что-то изменилось в воде либо там вода вдруг резко стала пресная но вы бы это почувствовали точнее вы бы увидели даже границу между со соленой и пресной водой такое бывает но такое бывает например где в турции есть такие места там в районе манавгата где где в море впадает река здоровая горная там прям видно очень сильно но в океанах горных рек не бывает поэтому в общем то есть если вдруг появилась потребность в компенсации давления за истахиным трубами то значит меняется глубина глубина меняется в сторону увеличения бросаете все черта начинаете всплывать сразу же вот в принципе всегда конечно надо спросить какой-то местный люд там хотя бы даже рыбаков все равно они там по работе снастей понимают где тащит вниз где не тащит где то где все понятно языковая проблема но не знаю купить там вашему лодочнику но все равно же вас кто-то будет на лодке таскать я не знаю купить ему там бутылку какого-то местного пойла немножко там с ним там пообщаетесь порисуйте там протечение течение там карт по испанской корренты где-то всегда можно объясниться ну разговаривайте с людьми старайтесь общаться с людьми потому что люди они люди они люди они смотрят они смотрят по странам и они все это запоминают и если вы будете готовы внимательно с уважением им задать вопросы внимательно с уважением их выслушать они с удовольствием с вами этой информацией поделиться ну вот по ветровым течением ну по ветровым течением надо просто поймать такую штуку что морские ветра тоже очень-то они склонны менять направление ну прежде всего все таки мы как правило ходим синий в открытом океане рядом с берегом рядом с берегом всегда присутствуют так называемые термические ветра ветра которые возникают из-за разницы температур то бишь разницы давлений над землей и над морем термические тратят а ну так называемые брезы утренние брезы вечерние брезы и так далее вот поэтому надо понимать точно совершенно что приз может тоже нагонять вполне приличные течения которые способны охотника оттащить от берега если это будет отжимное течение поэтому тоже за этим смотрите все всегда старайтесь находить какую-то взаимосвязь какую-то закономерность между временем суток и тем какого рода изменения вообще там в атмосфере в воде это может вызывать то есть и что еще может быть ну по ветровым течением надо еще опять такую штуку что там приливно-отливное течение может быть направлено в одну сторону а ветровое то туда то туда но вот если коротко то если ветер дует в сторону течение то поверхность воды будет гладкая ровная какая-то относительно нормальная. Если ветер зайдет и пойдет против течения, то он может нагнать очень такую, знаете, такую короткую, злую, называется, битую волну. И будет очень неприятно, потому что она бессистемно ходит и там и в трубку забрызгивает, и не видно ни черта, потому что невозможно рассчитать, подняться на волне и посмотреть, где там берег и так далее. Да и на лодке тоже не очень приятно. Поэтому, опять-таки, в общем-то, все это надо смотреть, за всем за этим надо наблюдать. Море – это живой, очень такой тонкий, очень сложный такой механизм, организм, точнее, прости, не механизм, а организм. Не надо к нему относиться с уважением и надо всегда смотреть, наблюдать и так далее. Ну и, в общем-то, что уж греха таить, я, скажем так, избегаю называть подводную охоту спортом, да, потому что не очень люблю соревнования по подводной охоте, но я, как бы, там много времени отдал спорту, профессиональному в том числе, и я могу сказать так, что если ты хочешь достичь там каких-то высот в спорте, да, там побеждать своих соперников, побеждать там самих себя, самого себя, останется самого себя прежнего, то ты должен вести спортивный дневник обязательно и записывать, вот я так-то потренировался, у меня такой-то результат, я так питался, у меня такой результат, я вот так-то слушал там тренера Анатолия Михайловича, у меня такой результат, а вот это Виталия Григорьевича, другой результат и так далее. В подводной охоте то же самое, записывать надо, не знаю, там температуру воды, давление, ну, координаты сейчас записывать не надо, вот телефон, ты просто рыбу сфотографировал, у тебя там геотек встал, соответственно, у тебя возникают координаты, там по фотографии ты видишь, там освещенность, размер рыбы уже как-то запоминаешь. Ну, надо собирать статистическую информацию и уже обладая вот этим вот информационным облаком, big data, как сейчас говорят, да, можно будет уже тонким аналитическим человеческим умом находить какие-то закономерности, которые позволят вам добывать рыбу и оставаться при этом живым. Все, большое спасибо, с вами был канал Apnea Pro, с вами был Гаврилин Олег, с вами была Ксения Локтевонова, вот она с другой стороны камеры. До новых встреч, всем пис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова